доброе утро уважаемые коллеги друзья спасибо что уделили время внимание пришли на данный тренинг это больше не будет тренингом а презентации моей книги в прошлой жизни я был дефом да поздравляю вас кстати с первым днем весны вот зима была хорошая может быть не для земледельцев но все-таки она была не холодной теплой в общем мистер джефф предлагает нам некую методологию называется она скрам поначалу когда начал читать эту книгу я подумал что она больше для технических специалистов для каких того технических проектов но нет этот метод он применим повседневной жизни нашей если даже ты один в принципе можно применить этот метод вообще в основном этот метод он больше относится командной работе почему скрам автор он говорит что так как это командная работа и больше всего эта команда работа она проявляется в спортивных играх он привел именно вот этот вот вот этот термин скром который обозначает схватку в рейтбе да действительно когда я больше стал ознакомливаться с этим методом я понял что действительно это похоже на схватку потому что здесь в принципе нету понятия руководителя понятия должности здесь есть команда командная работа каждый участник команды знает чем занимается другой человек когда он об этом знает все открыто он может всегда предложить свою идею дальше расскажу идея они в виде задач возникают чтобы вот команда работала хорошо автор предлагает разделить команду не на некие должности а вот просто выделить какие-то роли чтобы каждый человек примерно понимал какую роль он исполняет первая роль как бы владелец продукта чтобы это не было либо это будет проект либо это будет земля либо это будет книга любом случае нужно выделить одного человека который будет назваться владельцем продукта владелец продукта он в целом должен понимать всю картину то есть не так чтобы вот он взял распланировал все и сказал все все будет вот так нет у него максимальное понятие к чему должна идти вся команда в ходе вот этой борьбы да с проектом танц какой-то задачи все будет меняться но владелец продукта тоже в этот момент будет менять свои идеи свои мысли в любом случае он должен видеть всю картину до конца и помогать как бы команде приходить к этой идее у него есть некий помощник скром мастер больше задач это вот как режиссер и ассистент режиссера больше задач выполнять скром мастера основная функция скром мастера в чем в том чтобы он видел какие препятствия есть выслушивал каждого и делал все максимально возможное чтобы этих препятствий не было как бы препятствия какие будут чуть попозже расскажу ну и естественно сама команда сама команда это те люди которые знают в своей области каждый и вот всю вот эту вот команду сплочают владелец и скром мастер и они вот как бы каждый паре примерно понимает какую вот им именно из ролей будет выполнять каждый участник в этой команде далее чтобы какой-то проект выполнить изначально его нужно максимально все его задачи описать то есть создается некая корзина так называемого бэклог продукта и туда закидываются задачи не важно какие задачи главное что вот они возникли у каждого и каждый виде задач закидывает в этот бэклог задачи эти задачи далее выставляются по некому приоритету по какой-то вот важности когда вот они собираются они говорят что вот по важности они примерно вот так выстраиваются когда уже примерно все задачи описаны выложены в эту корзину никто не говорит о том что эта корзина не будет пополняться в ходе проекта она будет пополняться но в начале каждый свое видение высказывает его видение виде вот этих задач складывается вот в эту корзину далее когда эта корзина более-менее наполнилась тогда вот собираются как бы командно и оценивают каждую задачу там есть очень много методов как оценивать каждую задачу но автор больше дам рекомендуется использовать числа фибоначчи то есть эту последовательность для как бы оценки той или иной задачи я не буду внедряться вот глубоко в то как оценивать но представим что каждая задача оценена по 1 2 3 либо по 1 2 5 и далее по фибоначчи то есть мы уже оценку сделали каждой задачи и конкретно уже происходит у нас крам собрания вся команда собирается и уже говорят что давайте делать так идея в чем идея в том чтобы вот не полностью весь проект сразу начать делать а сделать какой-то его кусок за определенное время то есть вот как вот спортсмены делают короткими пробежками давайте вот пробежим сначала вот маленький вот этот кусочек посмотрим как мы его пробежим кто из нас будет спотыкаться кому мы можем помочь может быть выберем этот путь или этот путь неважно не нужно планировать вот как бы по сути вот книга говорит о том что не надо вот максимально все до конца планировать спланируйте маленький кусочек назовите его спринтом в конце этого спринта получите что-нибудь что вы можете себе показать или показать заказчику или руководителю показать но то что работает чтобы клиент или тот человек который ждет итога он увидел кусочек и сказал ребята мы чуть-чуть по моему не в ту сторону пошли давайте пойдем вот так хорошо давайте пойдем вот так значит опять собираемся по итогам этого спринта показали продукт и второй спринт выбираем из бэклогов задачи если какие-то задачи не выполнены мы их оставляем на 2 или мы их переносим на 3 это уже в ходе обсуждения будет понятно почему та или иная задача не выполнена в общем спринты для чего нужен спринт вот представьте себе что вы хотите построить дом если мы сейчас возьмем и по проекту вот прям возьмем и начнем строить дом мы скорее всего возможно если это будет для кого-то не для себя и мы будем не будем максимально участвовать в итоге навыка может не понравится поэтому автор предлагает давайте сделаем так построим поставим фундамент грубо говоря сделаем стены и поставим дверь и скажем вот хозяину до будущего дома вот пожалуйста откройте дверь он дверь откроет все уже вход на дверь есть то есть первый спринт выполнен и он скажет о мне нравится или он скажет вы знаете вот дверь не так должна была открываться вот так хорошо записывает скроммастер себя или хозяин продукта и далее передает это команде что вот хорошо что мы не поставили крышу не поставили окна оказывается хозяину не нравится чтобы дверь вот так открывалась а вот но хотел вот так может быть и окна вот так надо открывать давайте мы его спросим то есть периодически постоянно у нас идет контакт с человеком который лиц в общем заказчиком который хочет увидеть итоговый продукт далее выстраивается некая схема где выделяются дни спринта выделяются от максимальной баллы спринта все вот эти вот задачи которые спринте есть они суммируются и выстраиваться вот такая некая кривая конечно идеальная у нас идет красная потому что каждый день выполняется грубо говоря ровно столько сколько должно выполняться то есть 15 делится на сумму вот эта сумма делится на дни и каждый день если вот этот ровно выполнять это идеальный вариант но и как вы видите по схеме идеального варианта не бывает но в итоге они как бы пришли потому что за один спрей они вот этот кусочек сделали есть скран доска которая очень хорошо помогает живой этого примера это скран доски вы видели у нас внизу какой далее скорее всего ее придумал и вот когда мимо него проходишь действительно вот видно что идет работа какие задачи есть и кто что выполнять и каждый передвигает свои стикеры скепп передвигать свои стикеры от этого он получает как бы некое удовольствие и мотивацию видит что вот он что-то выполнять и когда все стикеры перейдут с нужно сделать в работу это самый кипящий момент далее с работы когда сделано вот это уже как бы некий такая некая такая эйфория что вот все сделано но сделано не означает еще хорошо потому что после того как сделано надо вот этот вот продукт который был сделан его обязательно собраться посмотреть и уже тогда решить что действительно вот этот кусок был успешным то есть если все вот эти участники проект команды скажу все сделано нет это должен сказать человек или другой другой заказчик или там руководитель что да действительно то есть этот кусок должен кто-то принять и с ним согласиться это было скромно сказали автор предлагает чтобы работа шла хорошо каждый день либо утром либо вечером ровно на 15 минут команда должна собираться и задаваться тремя вот простыми вопросами что ты сделал вчера быстренько каждый должен сказать что он сделал вчера потому что позавчера он говорил что он будет делать завтра или сегодня соответственно это все сопоставляется что ты будешь делать сегодня когда эти вопросы задают и об них говорят вся команда понимает что чем будет заниматься и как они друг другу могут помочь то есть здесь идет максимально как бы обмен информация между теми людьми которые будут это делать которые в команде то есть тут а примерно так что каждый понимает в какой момент кто ему передаст пас и дальше он кому должен этот пас передать чтобы забить вот этот вот голову ну и какие препятствия на пути у команды есть если это футбол это возможно может быть дождь возьмут возможно кто-то заболеет возможно есть моменты к от которых зависит как бы моя работа то есть скром мастер это все поняв за эти 15 минут кстати это делается стоя и вот это пример того как мы по утрам собираемся потому что методологию скром уже применяемый в алифе и пока что это как бы не так вот на профессиональном уровне ну мы идем к этому и возможно вот сегодняшняя презентация она заинтересует вас всех и вы прочтете эту книгу и завтра мы уже более профессионально будем заниматься скрома кстати скромом за нее уже скром практикуют очень большие корпорации в японии практически каждая успешная корпорация работает на скаме скром вообще в японии говорят что стал для них как бы не просто методология уже стилем жизни а когда он стал стилем жизни вот живой пример так чему пришла япония потому что вот что мы сейчас видим возможно это благодаря скром поэтому мы тоже это будем практиковать когда спринт завершается происходит некий обзор вот о том что я говорил что нужно его показать задаемся опять же несколькими вопросами смогли мы все сделать если смогли то возможно нам было мало задач выделено или может быть мы не смогли что-то сделать а почему мы не смогли сделать может быть мы слишком много на себя взяли в этом спринте давайте на второй спринт действовать по-другому то есть задача выполнить вот этот кусок получить вот эти баллы которые есть цель такая выполнить спринт получить баллы не выполнили надо думать почему и во втором спирте это вы если выполнили то возможно было мало надо во втором спринте получить больше баллов то есть цель такая в каждом спринте в каждом кусочке этого проекта получить больше баллов чем было до этого ну и основная цель вообще вот этих спринтов это это группы развивается чувство собственной скорости человек группа всегда должны видеть ускорение если стоишь на месте значит ты идешь назад ты должен чувствовать ускорение что почувствовать это ускорение нужен просто одна доска один график и понимание что вот 10 баллов было в этом спринте 20 в другом 30 значит есть ускорение что вообще понравилось из этой книги понравились эти моменты если не укладывается в срок то добавление рабочей силы ухудшит еще будет много разговоров еще больше советников появится работа не пойдет вот если оптимальный вариант вот предлагается там 5 до 8 человек нужно выбрать от 5 до 8 все и вот идти по одной задачи вот с этой команды появились новые задачи положили в корзину ни в коем случае не втыкать их в этот спринт потому что воткнул в этот спринт все человек рассыпался начал распыляться ничего не пойдет потому что это доказано доказано на больших корпорациях сбалансировано вести пять проектов одновременно это методика скран не так она предполагает вот задачи вести поочередную столько же времени потратится но качество и потери как бы денег там нервов и духа команды будет меньше да вот кстати еще он говорит что но не надо мерить все часами некоторые люди они за три часа могут сделать сколько сколько за 20 часов 2 не сделать поэтому лучше измерять все результатов вот две недели ска поставили спринт результат получили все хорошо не надо говорить что мы там по три часа работали по 5 то есть измерять лучше какими-то другими мерками да тот результат да и я вот то что упоминал если вы вас при спринте решили для себя вот сделать вот этот вот ряд задач все не надо их менять максимум что можно сделать если что-то очень важное одну задачу убрать из этого спринта вторую добавить на 15 минутки это быстренько обговорить и уже заниматься этим но идеальный вариант это вот ваш задачу ну и ключевые принципы это в скраме это люди продукт сотрудничество вот эти 15 минут и как бы встречи они очень хорошо развеют из сотрудничества и за эти 15 минут люди меняются если что-то не то делает он быстро поменяется а если не будут такие встречи не будет постоянно вот обмен информации между командой человек себе на уме сидит в одном отделе человек 2 себе на уме сидит во втором отделе что-то они делают видят цель у них все хорошо их коды нравится скажем или их работа им нравится их ремонт им нравится а потом бац когда они встречаются вместе приходит человек который в принципе должен принять он скажет я не этого хотел поэтому надо было больше общаться между друг другами и еще общаться с оуна рандо постоянно чтобы получать один дюймов есть один маленький ролик наш коллега его вот недавно скидывал возможно вы все его посмотрели если вот пять минут мы выделим на этот ролик вот все что рассказал возможно этим роликом закрепиться и возможно вы еще сильнее заинтересуетесь в прочтении данной книги у нас и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok